Всем огромнейший приветик! С вами Алиса. И да, ваши глазки не ошибаются. Это ответы сценариста легенда Ивы. Вы много раз просили сделать такое видео, но, к сожалению, Александр, сценарист этой истории, он не очень многословен в своих ответах и жутко не любит давать спойлеры. Вернее, он их совершенно не дает. Банальные вопросы, которые мы обычно задавали Урсе, Анастасии и Алисе, воспринимаются стопроцентными спойлерами. Но все же я сумела добыть вам кое-какую информацию, так что, надеюсь, видео вас порадует. Поехали, друзья! Что для вас самое сложное в написании историй? Какую историю, помимо вашей, читаете в Клубе Романтики? Самое сложное в написании истории – сделать ее волнующей. Прохожу, как минимум, первые главы всех историй. Как вы относитесь к новелле «Дракула. История любви»? В этой истории есть много отсылок на историю, рожденная Луной. Например, сестра главной героини носит кофту с изображением Виктора ван Арта. Сама главная героиня говорит о истории, рожденной Луной, что именно она вдохновила ее на поездку в Румынию, на родину вампиров и мистики. Хотелось узнать ваше мнение. У новой истории прекрасный сценарист и очень интересное начало. Если вдруг кто-то не в курсе, то Александр, сценарист легенды Ивы, является также сценаристом, рожденной Луной. Именно поэтому ему задают подобный вопрос. Но, честно говоря, Александр так и не ответил, приятно ли ему были эти отсылочки или нет. Проходите ли вы свои истории в самой игре Клуб Романтики? Обязательно прохожу по разным веткам, для того, чтобы оценить геймплей. Как известно, многие русскоговорящие люди считают систему транслитерации Поливанова устаревшей и неприятной на слух. Ваше написание японских слов по этой системе, синоби-шиноби, дзонин-джонин, это просто правило или вы сами так пожелали? Это правило. Каково примерное расположение Империи Найрё на карте? Вы же все равно как-то отталкиваетесь от географического расположения? Или я могу что-то путать? Империя Найрё никогда не существовала на карте нашего мира, и эпоха, и страна вымышленные. В Империи Найрё уже присутствуют и будут встречаться элементы культур других стран Азии, в основном в визуализации. Этот ответ специально для тех людей, которые после первых двух серий истории начали писать «Вот, все было совсем по-другому, у вас не так, гейши совсем другим занимались, и Мидзуа Гэ проходила по-другому». Ну, в общем-то, тут стоит принять тот факт, что японская культура лишь взята за основу. Все остальное автор преподносит на свой вкус. Правильно ли я понимаю, что вам нравится темная, жуткая атмосфера в музыке, художественных произведениях и тому подобном? Жуткость и темность не являются критериями моего выбора. Есть позитивная музыка, светлые фильмы и книги, которые мне нравятся. Раз уж вы пишете новую историю в азиатском стиле, мне стало любопытно, смотрели ли вы когда-нибудь аниме? Смотрел. Однако у меня нет устойчивой ассоциации «Азия» равно аниме. Да, честно говоря, у меня тоже, тем более Азия-то большая какая. Скажите, пожалуйста, а сколько будет сезонов в истории «Легенда Ивы»? По плану 3. Это просто замечательно. И на меньшее мы не согласны, потому что история, судя по всему, обещает быть просто шедевром. Почему имя главной героини нельзя изменить? Имя главной героини нельзя изменить, потому что эта история про Мэй. Лично я вообще не переживаю по этому поводу. Чаще всего я оставляю оригинальное имя, которое задумано автором. Не потому что мне леньки придумывать имя, а потому что, мне кажется, автор лучше понимает характер главной героини и специально под него подбирает имя. И я думаю, что имя Мэй точно тут не просто так. Так что, как говорится, поживем, увидим. Следующий вопрос идет как продолжение предыдущего. Разве смысл клуба романтики не в том, чтобы игрок почувствовал себя главным действующим лицом истории? Я не вполне понимаю вопрос. Смысл клуба романтики дать игрокам возможность приятно провести время, проходя новеллы? Далеко не все играя напрямую ассоциируют себя с главным персонажем. В разных историях сохранен разный подход к данному вопросу. Почему Ронина не было в обновлении? Или так задумано? Надеюсь, на это никак не повлияло большое внимание фанатов к пленнику, нежели Ронину. Сюжет определен. Разумеется, так было решено изначально. Ну что ж, остается только ждать следующих серий в надежде снова увидеть Ронина. Художник, рожденный Луной и легенды Ивы. Один и тот же человек, тот, кто рисовал главных героев. В компании несколько художников, каждый из них работает с несколькими историями. Пользуясь случаем, хочу выразить свою похвалу, благодарность и восхищение всем художникам Клуба Романтики. Настолько ощущается, что с каждой новой историей уровень просто на две головы становится выше и выше. Вы просто все огромные молодцы. Спасибо. Кто ваш любимый персонаж из Легенды Ивы? Любимый персонаж Мэй. Мэй, по какой пути вам нравится больше всего? По пути страсти или по пути холода? Обе. Да, вот такой лаконичный ответ. Во время мыслей Мэй было сказано, что она никогда не покидала Северную провинцию, а родом с Южной, откуда ее и забрали. Это продиктовано сюжетом или у каждой главной героини зависит от внешности? Южная, Северная или Островная? Это сюжет. Да, вышло очень забавно. Немало игроков выбрала Южную внешность, в том числе и я. И было приятно читать, что Мэй возвращается на свою родину. Что случается с одеждой Мэй, когда она перевоплощается в лесу? Она просто спадает или как? Это магия. Одежда преобразуется вместе с Мэй. Как по мне, это очень удобненько. С начала серии Мэй знает, кто смог бы помочь в вопросе ее обращения, а именно пленник. Но откуда у нее возникла эта уверенность? Она думала о том, кто поможет ей в вопросе исчезновения из города, а не обращения. Других преступников, возможно, сведущих в подобном деле, она никогда не видела. Влияет ли путь страсти или холода на отношения с фаворитами? Нет. Надо равномерно прокачивать и янтарную, и жемчужную лесу? Или надо определиться? Порой будут выборы, требующие высокого значения определенного стата. Никаких путей Мальбонты здесь не будет, ура! Это, конечно же, шутка. Ну что, качаем один стат максимально? Обязательно ли связывать лесу с более подходящими путями? Или можно идти по пути страсти и прокачивать жемчужную лесу? Или это не принципиально? Не принципиально. Вы можете выбрать любое сочетание статов. Это, конечно, очень удобно, что можно совмещать, но мне кажется так как-то естественно, когда ты выбираешь холод и жемчужную лесу, и наоборот, сами действия будто подсказывают, что ты идешь в одном направлении. В некоторых историях, набирая очки характера, магии, пути, можно набирать приблизительный диапазон, чтобы потом хватило. Не страшно, если пару очков тыкнешь не туда. В других историях нужна тютелька в тютельку, без ошибок, и это вынуждает игроков забивать на очки, либо играть по гайдам. В легенде первый вариант или второй. Определенный люфт я всегда оставляю. Если вдруг кто-то не знаком со словом люфт, то в данном случае это значит зазор. Пару раз тыкнуть не туда-таки можно будет. Почему целый клан занимается убийствами и грабежом? Для этого должны быть веские причины, как устроена экономика этого мира. Это нормально для ниндзя. Где ставится ударение в имени Кадзу? Кадзу или Кадзу? На первый слог. Собираетесь ли вы создавать анкету персонажа Кадзу? И если нет, то почему? Пока вопрос об анкете не стояло. Александр, если что-то зависит от игроков, то мы ставим этот вопрос и просим-просим анкету Кадзу. Кадзу очень шла первоначальная прическа, волосы заправленные в пучок. Но когда в конце нам показали распущенные волосы Кадзу, меня это очень огорчило. Как по мне, ему не идет с распущенными волосами. Кадзу сам решает, как именно заплетать волосы. Вероятно, ему нравится небольшое разнообразие. Если честно, это мой любимый вопрос-ответ, потому что автор истории довольно редко прибегает к юмору в своих ответах. Мне вот Кадзу напоминает Макса. Это случайно или специально? Мне Кадзу Макса Фола не напоминает. Да-да, я часто встречала комментарии такого плана, что Кадзу это реинкарнация Макса или Макс 2.0. Ну, в хорошем смысле, конечно же. Но, как вы видите, любые совпадения совершенно случайны. Мы поняли, что у Мэй любимое блюдо тофу. А есть ли у Кадзу оно? Или он относится к еде просто как к средству получения энергии для жизни? У Кадзу несколько любимых блюд. Например, он любит рыбу. Какой рост Кадзу? Какой рост Мэй? Вы случайно выбирали такие имена персонажам или специально? Точный рост, вес, в размер обуви, расстояние между центрами зрачков – это параметры, не влияющие на историю. Это то, о чем я вам говорила еще в начале видео. Никаких абсолютно точных параметров от Александра мы не дождемся. Можно ли рассчитывать на некий концепт платонических отношений с кем-либо в легенде Ивы? Мэй мне показалась очень необычной, свежей и целомудренной героиней. Хотелось бы для нее таких же возвышенных отношений. Я не даю спойлеров. Однако стоит понимать – отношения к интимным связям в западной культуре и восточной совершенно разные. А эта фраза наводит на всякие размышления. Ясно одно – легенда Ивы нас точно удивит. Я не знаю почему, но у меня осталось такое ощущение, что мы общались с вами не просто со сценаристом Александром, а с Кадзу. Такой же тонкий юмор и сдержанность в общении. Но может это только мне лично показалось, я не знаю. Напишите свои ощущения, друзья. В любом случае, я безумно благодарна, что Александр выходит на связь с игроками и хоть как-то понемножечку помогает нам понять свою задумку, свою историю легенда Ивы. Если вам понравилось данное видео, то пожалуйста поставьте лайк. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok